примерно единой зрелости что говорит о том, что компактная пластинка попросту восстановилась. То есть тех отверстий, которые были насверлены, было недостаточно. Вот это крупный сосуд, про который я вам говорил. Это можно понять потому, что очень четко выделима стенка сосудов, то есть канал сосуда. Ну и что ожидалось? Что мы можем видеть в верхней части? Мы видим полости с рыхлой соединительной тканью. Мы видим вновь образованные костные балки различной степени зрелости, как например вот здесь. Вот эта костная балка и вот эта. Они разной степени зрелости и минерализации. Мы видим четко балочное строение и где-то уже видим сверху, что кость начинает компактизоваться, то есть уплотняться. Вот например вот здесь. Тоже аналогично. Гаверсоподобное строение. Сосуд в канале. Его окружают более мелкие сосуды и характерная кольцевидная структура костной ткани. Ну и здесь тоже идет уплотнение, компактизация. Биоптат был забран спустя год. Поэтому в принципе в норме. Так и должно быть. В принципе в учебнике так и написано. Но самая главная проблема в чем? В том, что у нас неравномерно воскулиризован наш объем костной ткани новый. И конечно же возможно вот еще один крупный сосуд, который находится в толще вот этого костного биоимплантата и замещенного участка костной ткани. Возможно усадка дальше. И в принципе она и должна быть, поскольку вот подобная структура уже не прорастет. Через минерализованную кость сосуды не растут. И это является основной причиной, по которой происходит усадка на более длительных периодах. Например, на этапе приживления имплантатов. Или если имплантаты не получают своевременную нагрузку. Если мы не нагружаем имплантаты, у булькозной ткани продолжается, поскольку нет нагрузки. Ну здесь все будет повторяться одно и то же. Я не вижу смысла на этом останавливаться. Да, это просто отдельные участки. Мы посмотрим гистологию частную. Это же, этого же совершенно препарата, но более крупные участки. Что мы видим? Мы видим остатки биоптата. Вот этот отцеллюлярный участок, как вы видите, видите полости крупные, круглые. Это скорее всего все-таки костный биоимплантат. А на его поверхности, поскольку здесь, видимо, залегали все-таки клетки губчатой кости, у нас сформировались новые костные балки разной степени зрелости. Мы видим вот здесь фронт остеобластов. Вот они. Маленькие плоские клетки, которые находятся внутри объема, внутри полости с рыхлой соединительной тканью. Это тоже отцеллюлярный участок имплантата. И вот здесь четко видна граница, где выросла новая кость и где был участок костного биоимплантата. Это гаверсоподобная структура. Это говорит о том, что уже кость компактизировалась. Как видите, балки лежат в различных направлениях. И в толще вновь образованной костной ткани мы видим два участка. Вот это оцеллюлярный участок костного биоимплантата. Вот там, видите, даже сохранилось. Я предполагаю, что это остатки детритной массы, куда сосуды просто не проросли. Потому что они бы туда пришли бы остеокласты или как минимум макрофаги выполняли бы функцию остеокластов, что тоже встречается достаточно часто. Объединяясь подобным образом, но не превращаясь в столь четко дифференцированные клетки, как остеокласты. Аналогичная абсолютно картина. Есть сосуды крупные. Вот это формируется гаверсовой системы. Тоже аналогичная картинка. Балки разной зрелости. Вот это оцеллюлярный участок, скорее всего, все-таки костного биоимплантата. Все то же самое. Полости с рыхлой соединительной тканью. А вот это фронт остеобластов. Вот это вот фронт остеобластов. Здесь все аналогично. Вот это фронт остеобластов, полости с рыхлой соединительной тканью. Это трабикулярное строение костной балки. Все аналогично. Вот это хрящевая ткань. Очень интересный участок. Вот здесь происходит образование костной ткани вторичным методом. Сюда сосуды прошли позже. Ну и окружение, в принципе, подтверждает это тоже. Мы видим характерную для хрящевой ткани структуру. Такую более редкую. И окруженную костной ткани. Ну и вот, что мы получили от инженеров. Все-таки нам удалось сопоставить модели в единой оси и измерить объемы. Объем челюсти вместе с блоком у нас составил 8. Примерно 8 сантиметров кубических. Объем челюсти после костной пластики 7779. Ну, в принципе, усадка получилась чуть больше 10%. Несмотря на все, что делал доктор. И больше, как вы видите, в дистальном участке мы можем отделить ее графически. Ну и немного в оральном направлении она произошла. В принципе, сказать, что там это победа, конечно же, не стал так говорить. Но результат, это результаты достаточно положительные и позитивные, которые также наталкивают на, во-первых, размышления, анализ проведенной работы и тщательную подготовку следующих работ в данном направлении. На сегодня прогнозируемая усадка 7-10%. Но это не для всех пациентов. Есть пациенты, которых мы не берем в работу. Мы подошли к установке имплантатов в четвертом сегменте. Также мы ждали 12 месяцев. Здесь в данном случае винт средний прорезался. Но видно, что вот еще шляпка вот этого винта уже тоже могла бы прорезаться, если мы ждали бы дольше. Это не критично. В общем, был отслоен слизистый накосничный лоскут полнослойный. Вот эти винты. Но здесь усадка действительно, она в принципе и меньше и по объему, и по высоте. И мы видим, что винт дистальный, он вообще в принципе зарос в области дистального винта. Усадки не произошло. И даже дистальнее него еще в ретромалерной области там наросла немножко костная ткань. Для нас это не является показателем в принципе ничего. Это просто подтверждает хороший регенераторный потенциал у пациента. Как мы видим по структуре, в большинстве это губчатая кость. Кость представлена еще губчатой костью. Замещение еще не закончилось. Хотя есть признаки образования компактной кости. Здесь был забран аналогично биоптат, но в данном случае мы его практически выламывали. То есть была кость настолько хорошая, однородная и воскулиризованная. Гистологии мы тоже, конечно, посмотрим. Что здесь пришлось костный биомаплантат просто выламывать. Вот он такой же, как вы видите, структурно выделимых участков, потенциально содержащих компактную кость, здесь мы не видим. Здесь не видно также каких-то крупных сосудистых структур. В принципе, он абсолютно равномерен, что говорит о равномерной воскулиризации. Вот еще одна картинка, которая подтверждает. Он погружен в раствор однонормального формалина и отправлен на гистологическое исследование после доминерализации. Три недели мы ждали доминерализацию и после этого нам гистологи сделали исследование. Морфометрию мы не проводили, кто-то мне сдал уже этот вопрос. Для нас здесь подсчет клеток в единице площади не представляет никакого смысла, поскольку мы можем оценить степень замещения костной ткани. А сколько этих клеток, это будет зависеть от равномерности воскулиризации, поэтому морфометрическое исследование просто бессмысленно. Были забраны биоптаты в позиции двух имплантатов, также были установлены имплантаты с агрессивной резьбой. Стабильность здесь была получена аналогично на всех имплантатах. Все имплантаты были установлены в уровень костной ткани или субкристально. Здесь мы уже как бы не ожидаем таких проблем и не ожидали. Все имплантаты получили стабильность, были закрыты заглушками и операционная рана ушита в случае непрерывным узловым швом. Общую гистологию. Это различные участки. Я их уже в один биоимплантат, в смысле, в одну картинку не объединял. Но мы видим здесь губчатую структуру костной ткани с остатками частичными биоимплантата. Сейчас мы на частных гистологиях это отсмотрим. Здесь есть костные балки, равномерно зрелые, на самом деле, что более приятно. Они более равномерно зрелые. И есть признаки компактизации. Уплотнение слоев губчатой кости. Есть где-то полости с рыхлой санитетной тканью, остатки материала, даже вот там участки дотритной массы. Это просто препарат наложился. Ну и мы видим точечно, мы можем подразумевать, что идет еще образование костной ткани в этой зоне и на вот этом трабикулярной структуре остеобласты формируют такие цепочки и созревают. Это полости с рыхлой санитетной тканью. Это участки костного биоимплантата, который биодеградирует этого абсолютно точно. И давайте посмотрим теперь частную гистологию. Это еще один столбик. Вот второй, поскольку мы их два забирали. В принципе, тут картина аналогичная. Вот я хотел остановиться на интересном моменте. Будет крупная картинка. Вот это участок костного биоимплантата. А вот это четкая линия границы вновь выросшей костной ткани. Видите, она вся в точках. Здесь нет признаков компактной кости. Хотя сверху, вот это судя по структуре, подразумевается, что здесь идет уплотнение строев, формируется гаверсовая система. Ну и частная гистология. Это увеличение на 400. Также окраски имотоксилины и азином. Вот фронт остеобластов. Вот это все остеобласты, которые выстилают трабикулярную структуру костных балок, вновь образованных. Мы видим даже вот эти канальцевые соединения. Вот этот участок, который он только что показывал. Почему материал является так же, да, и содержит биологический потенциал, сохраняет всю нативную структуру, как, в общем, да, илеопласты, индивидуальные блоки. На нем формируются собственные клетки. Вот они приходят и на этом потенциале, видите, он остеобласты какие хорошие. Это посмотрим теперь поперечные срезы. Здесь мы видим вот какую интересную картину. Вот это трабикулярная структура блока костного, она целлюлярная, она не содержит клеток. Видите, да, это сохранно. Это поставили имплантаты через 12 месяцев. И здесь еще сохраняется структура костного блока. Что говорит о том, что процесс замещения его при таком объеме, конечно, более длительный. А вот это участки, выросшие вновь в костной ткани различной степени зрелости. Ну, тут, в принципе, все аналогично, на этом оставаться не будем. Вот тоже аналогична картина. Это уже уплотняющийся участок, превращающийся в компактную кость, а это целлюлярный участок костного биомимплантата.